Всем добрый день, и вместе с вами мы продолжаем молиться, чтобы Господь дал доступ к его мудрости. Дал его не только каждому из нас, но он дал начальствующим властям, правителям, дал людям, находящимся сейчас на фронтах и в кабинетах любых министров, потому что мудрость, она очень может разобраться с большими проблемами легко и быстро. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Это слова мудрости. У меня совет и правда. И когда-то там писано о Боге, что Он в лице Иисуса Христа явится с именем Бог-совета, и нам сегодня нужен совет от Него. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы просим этого совета. Мы не хотим разбираться просто с веточками, мы не хотим просто говорить сейчас о том, о чем говорят СМИ, потому что сегодня много фактов, о которых мы могли бы сейчас молиться, но мы работаем на удаление корня. И потому пусть мудрость придет и даст совет, пусть мудрость придет и даст свои понимания ситуации, потому что у нее совет и правда. Она говорит, я разум, у меня сила. И пусть, Господь, Твой разум в ней будет для нас открыт, и сила проявится в этом совете. Я благодарю Тебя, Господь, что когда мы принимаем совет этот от Тебя, тогда и результаты приходят небесного содержания. И нам сегодня действительно необходимо, чтобы Твои плоды пришли в нашу жизнь. Благословляю прямо сейчас каждого из нас этим советом, Твоей правдой, силой и разумением. Каждая ситуация, из которой надо выходить, все переговоры, все решения, которые надо принимать, они принимаются при Твоем совете, и тогда останавливается кровопролитие. И тогда нет необходимости оставаться без еды, без воды или еще в чем-либо, в болезнях, в страданиях. Тогда приходит от Тебя выход из каждой ситуации. Поэтому, Дух Святой, я прошу, чтобы Ты занял эту позицию в обществе и благословил нас пониманием, что страх Господен нас приводит к совету мудрости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До завтра.